МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Работа». И сегодня у нас в гостях лектор-искусствовед Ленинского мемориала Элла Якубенкова. Здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем сразу с места в карьер замечательный проект «Вечерний Симбирск». Что это такое? Для чего? На какую аудиторию заточен? «Вечерний Симбирск» – это проект Ленинского мемориала. Задумывался он еще в филармонии. Это цикл литературно-музыкальных концертов, музыкально-поэтических концертов. Иногда мы называем это музыкально-поэтическая легия или музыкально-поэтический ноктюрн, в зависимости от того, кто у нас главный, так скажем, герой нашего концерта. Герой – это значит, мы выбираем имя. Поскольку это литературно-музыкальный проект, то это может быть или поэт, или писатель. Но иногда это и художник. Но по порядку. И если поэт и писатель, то в зависимости от того, какой жанр мы выбираем. Если это действительно такой лирический концерт, мы называем это легией, фантазией, ноктюрным. Но все-таки как-то в самом названии хотелось бы уже передать настроение. Проект существует с 2012 года. И я полагаю, Владимир, наша встреча как раз связана с тем, что проекту исполнилось пять лет. Конечно, серьезный срок. Серьезный. Немногие проекты так выживают. Ну, конечно. Вы знаете, был определенный, конечно, риск. На наш так взгляд. Потому что все это как-то было неожиданно. Но проба пера была очень серьезная, потому что это было имя Марины Цветаевой. Собственно говоря, вот 200-летие Марины Цветаевой в 2012 году, со дня ее рождения, и послужило вот таким толчком вот к созданию этого проекта. То есть Лидия Геннадьевна Ларина, директор филармонии тогда, поставила конкретную задачу сделать вот этот концерт. Я вообще к филармонии не имела ни малейшего отношения в то время. Но вот каким-то образом меня пригласили, нашли и поставили задачу. И сначала, ну, у нас сразу создалась та команда, которая и работает сейчас. То есть, скажем так, основной костяк проекта. Конечно, артисты участвуют совершенно разные. И солисты филармонии у нас могут и меняться, и коллективы мы приглашаем разнообразные. Но у нас есть вот наш коллектив, который вот с самого первого концерта и по сей день мы работаем все вместе. И я бы их назвала даже, потому что это Вера Корчева, наш замечательный, удивительный, блистательный концертмейстер, пианистка. Все концерты с ее участием. И невозможно представить ни один концерт без нее. То есть, знаете, у каждого артиста, участника этого проекта есть вот своя ниша. И если убрать вот этого человека, то уже все будет не так. Да, все будет не так. Ну, может быть, и не рассыпется, но это уже будет уже не наш проект. Потому что мы... Пропадет целостность. Пропадет целостность. И пропадет то, что нас, наверное, объединяет. Такое единомыслие, единоверие. Вот так, наверное, можно сказать. Это Олег Киселев. Это артист симфонического оркестра, где он играет на скрипке. Но в нашем проекте он выступает как поэт, как композитор, и как вокалист, и как соло-гитарист. Ух ты! Да. Это Наталья Борисова. Это бесконечная, великолепная, волшебная ее флейта. Наверное, не случайно Моцарт назвался в оперу все-таки волшебной флейта. Это Татьяна Лаврухина «Альт» и солистки. Но, опять же, иногда мы приглашаем коллективы. Вот, например, вчера был концерт у нас, премьерный концерт по творчеству Эдуарда Осатова. Ему исполнится в сентябре 95 лет. Но мы очень рады, что мы даем такой музыкально-поэтический старт, потому что будут и, конечно, поэтические чтения по Эдуарду Осатова. Возможно, будут поэтические конкурсы. У нас проводятся в библиотеках литературно-музыкальные какие-то вечера, встречи. Но вот мы, как главный такой орган, Ленинский мемориал по культуре, то мы первые даем вот такой, скажем, старт. И старт, наверное, был, на наш взгляд, очень удачным в вчерашний концерт. Пока еще не слышали много отзывов, но те, что слышали, в общем-то, были хорошие. Вот смотрите, вопрос возник сразу. Все-таки пять лет для проекта, срок серьезный, как мы уже поняли. Работы вложено очень много. Работы кропотливые, серьезные. Сколько уже героев концерта было? То есть если начали с Цветаевой, вот последний был с Асадовым концертом. То есть кто уже был вашим героем, кто в планах? Да, я поняла. Поэтому, Владимир, я подготовилась. Потому что запомнить, вы знаете, это уже достаточно трудно оказалось. А так вот ЭБ тоже не хочется. Но действительно начали с Марины Цветаевой. Был последний концерт, который был от Асадов. Но хочу сказать, что был еще предпоследний. Это был Владимир Высоцкий. Кстати, сегодня 24 января, завтра 25. То есть это уже будет вся наша Россия, просвещенная, будет отмечать это событие. А мы, опять же, его провели в новогодние дни. 4 января вот у нас был лирический концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. Что касается вот вашего вопроса, я подготовилась, вы видите, распечатала. И это не одна страничка. Да, вот посмотрите. А хотите, взгляните. Вот имена просто вы сразу увидите. Да, так будет, наверное, проще. Да. И Тютчев, и Вознесенский, и Тургенев, и Лермонтов, Шекспира, Куджава, Гамзатов, Ох, Есенин, естественно, Благов, Языков, 70-летие Победы. Это отдельная, да, наверное, тема? Мы были высотки русоволоса, это военная тема. И причем эта тема была такая, знаете, интересная, очень трогательная. Мы ее не однажды исполняли, мы с ней ездили и по Ульяновской области, потому что это были образы поэтов, молодых ребят, которые ушли на войну, которые только поступили в литературные институты, и они погибли на войне. Кстати, один из них, наш земляк, Николай Майоров. И именно по его строчке стихотворения «Мы были высотки русоволосы» был назван этот концерт. И вот вы до конца не посмотрели, но практически, вы знаете, Владимир, все имена нашего края мы взяли. Это Денис Давыдов и Карамзин, и Языков, и Пластов, Аркадий Пластов. Вот здесь я бы хотела сказать несколько слов о Аркадии Пластову. Ведь действительно, вы могли вот сейчас сами заметить, что у нас во главе угла всегда стоит имя или поэта, или писателя. Но Аркадий Пластов еще давно, в начале двухтысячных, в телевидении был проект «Великие неповторимые». И это были авторские такие теленовеллы. Тогда мне попалась на глаза стихия Рубцова. И я подумала, думаю, что же мне вот эти стихи как-то напоминают. То есть, вы знаете, задумка родилась, наверное, это гордо сказать, да, вот просто вот так вот в голове. Потому что в литературе этого нигде нет. Ничего подобного не было. И потом я поняла, что мне напоминает эта картина Аркадия Пластова. Вот особенно «Снег». Вот там, помните, у него такая картина «Первый снег». Да, конечно. И стихи Николая Рубцова. Я думаю, боже мой, это же вот просто один взаимопроникновение абсолютное было поэта и художника. А они были ведь совершенно незнакомы. Их просто объединяла любовь к своему краю. Рубцов тоже очень любил Вологду, вот эти стихи его о природе. И такие они какие-то надрывные, щемящие, пронзительные. И у нас вот родилась в Вечернем Сибирске программа «Тихая моя Родина». Название стихотворения Николая Рубцова «Тихая моя Родина». И, пожалуйста, полотна, которым мы сейчас любуемся. Ведь сейчас 31 января будет юбилей Аркадия Пластова. И очень много тоже всего. Мы эту программу исполняли очень много раз. Мы ее очень любим. И, конечно, опять это было с участием ансамбля народных инструментов «Садко». Представляете, как это красиво? И артистке очень органично. Да, это все выстроено. Даже просто представить это уже интересно и красиво. А вот по очереди посмотреть. Ах, кто не любит первый снег? И вот стоит эта девочка, удивленная на крыльце, и падает снег. То есть, вот вы понимаете, это действительно было удивительное совпадение. Мы очень любим эту программу. То есть, вот появляется имя художника. И на следующий год вот мы запланировали, я тоже распечатала здесь вот то, что это будет... Ну вот мы так работаем, то есть, практически за год мы уже знаем, что у нас будет на следующий год. В принципе, удобно, мне кажется. И кроме всего прочего, очень красивое название. «Гончаровская беседка. Слезы первой любви». Ну, конечно, будет посвящено Гончаровой. Вот я к вам сейчас ехала на программу, позвонил артист симфонического оркестра, очень известный. Это артист из Академика Бэнд, Вадим Зусмановский. И сказал, что он написал вот произведение, которое может очень подойти к Гончарову. То есть, да, произведение наших, так скажем, артистов. И с удовольствием, конечно, мы его, кроме всего прочего, то, что будет в программе, мы будем иметь в виду. А вот еще бросилось в глаза из всех программ, я уж не знаю почему, просто, наверное, неожиданно, вот за веру русскую поднявшие знамена. То есть, сейчас появилась возможность, потому что многие начали интересоваться уже этой историей, которая когда-то была, наверное, под запретом, так скажем, которая была не то чтобы... Ну, запрещено, наверное, знать. Потому что здесь судьба русских офицеров, Врангель, Колчак, Капель. То есть, вот эта программа из чего вдруг выросла? Знаете, выросла она совершенно не из-за того, чтобы кого-то поразить или удивить. Просто эти романсы, вот именно эта поэтика, эта эстетика их, она очень красива, она очень мелодична. Даже хотя бы просто хризантемы вспомнить, да, вот самое первое, что приходит в голову. И вот песни такие удивительные у нас там звучали, конечно. Ну, они называются «Белогвардейский романс», по сути. А как это будет всё звучать? Ну, у нас же программа, опять же, «Вечерний Симбирск» — это литературно-музыкальная. То есть, всё равно должна быть литературная основа в любом случае. В этом случае основа — это была судьба офицеров. И начали мы с барона Врангеля. Я, конечно, сейчас не могу вот так наизусть это всё вспомнить. Нет, ну, конечно. Но вот вы сейчас поймёте, Владимир, о чём речь. То есть, после приветствия сразу прозвучал у меня такой текст, что по революционному Петрограду шла женщина, и на пути её постоянно встречались плакаты «Добей Врангеля». «Врангель ещё жив». Женщина была очень пожилая, очень одета так, очень бедно. Это была мать Врангеля. И вот с этого мы начинаем историю. То есть, насколько это был достойный род, какое было и воспитание, какая была офицерская закалка, на что можно ориентироваться и современному офицерству. И всё это в результате, конечно, поддерживалось песнями. Вот название мы дали, конечно, по самой, наверное, такой яркой песне. Я забыла имя этого. «За веру русскую, поднявшую знамёна». Это современный исполнитель. Как-то вот у него одно имя. Ну, ладно. Не так уж это и страшно. То есть, это современная, но очень красивый романс на эту тему. И потом мы вот так и пошли. То есть, вот у каждого офицера мы выбирали какое-то вот что-то такое очень ярко определяющееся. Например, вот подвиг Каппеля. То есть, он мог быть изолирован в силу того, что он был генералом, он был высокого звания офицером. Когда он был ранен, он мог ведь себя изолировать. Ему белочехи предлагали отдельные вагоны, место, но он не согласился на это. И более того, он даже не показывал то, насколько он отморозил ступни. Вот ему делали эту операцию в каких-то нечеловеческих условиях. Просто какой там наркоз? Да никакого не было. Но он не подавал совершенно виду. И вот так человек погиб. Но он не расставался со своим народом. И перед ним преклонялись, и до сих пор преклоняются за этот его человеческий подвиг. И потом, конечно же, генерал Колчак. Его мужество, его патриотизм с высшей буквы, конечно. Но что нас удивило в этом концерте, конечно, было очень много желающих прийти и пришли. Ну, пришло все, как это правильно назвать, казаки, да, они полностью пришли со всем своим высшим составом. У нас есть фотографии. И, в общем-то, они стоя аплодировали. Вот, пришли, пришла наша интеллигенция города, которая, так же, как и вы, была поражена и удивлена. Но мы действительно... Это был плановый концерт. Мы его задумали еще в филармонии. И когда еще не начался там ремонт, мы совершенно не знали, что нам придется исполнять эту программу в стенах Ленинского мемориала. Вот, и когда пришли корреспонденты, ваши коллеги, не буду называть там канал, да, но меня больше всего удивило вот это вот, то есть, искать то, чего, собственно, нет, что вот у нас в Ленинском мемориале такая тема. Ах, вон, в чем-то вот так все появилось. Да, то есть, я была как-то огорчена, если честно сказать. Ведь суть была совсем не в этом. Поэтому я сказала, вы знаете, да ни на какие другие концерты не приходили, а вот на эту тему так совершенно неожиданно пришли. Но, на наш взгляд, ничего в этом такого удивительного не было. И со стороны руководства тоже никаких, ну, был очень достойный, красивый в нашем жанре концерт. А главное, просто интересная тема, которая не на слуху, которую хочется где-то почитать, поискать информацию, а тут, когда тебе информацию предоставляют, да в красивой форме, ну, грех не сходить. Правда, да. Потому что было очень много произведений и музыки. Это очень музыкальная программа, прежде всего. Ведь у нас самое главное – соблюдать баланс. Вот почему сейчас, на наш взгляд, у нас появилось больше друзей, больше слушателей? Это значит, что мы идём в каком-то правильном направлении, наверное, да? То есть мы старательно ничего вот так не делаем, но мы понимаем, что, например, литературная тематика не должна забивать музыку. Это не должно превратиться в лекцию, да? То есть всё должно быть умеренно. Но, тем не менее, мы должны за час полностью дать образ. Образ Осадова, образ Высоцкого, образ сразу трёх генералов. Ведь программа не была затянута. У нас время – это час двадцать максимум. Это концертный вариант. Вот. Поэтому вот так. Соответственно, возникает такой, наверное, больше практический вопрос. Процесс подготовки вот этого концерта, как Вы отметили, соблюдение вот этого баланса. То есть надо же понять, что вот здесь уже перебор. Вроде бы интересно, и информация нужна. Но надо будет с ней расстаться, потому что слишком много литературы. Очень тонкий. И такой, знаете, вопрос не в бровь, а в глаз, что называется, Владимиру. Знаете, да, есть такой момент. Это сложный момент. Но ещё, кроме этого, нужно подбирать материал. Вот потому что, я хочу просто пока не забыла это заметить, у нас не должно быть, и это будет неинтересно, если это будет просто иллюстрация. Вот, например, у нас была тема Патреверди. Ну, предположим, да? Но нельзя просто исполнять. И вот, вот, или там просто берёшь любого поэта. Пушкин, например. Пушкин. Образ Пушкина, и сразу романс. Ну, это очень скучно, на наш взгляд. И очень предсказуемо, понимаете? То есть нужно вот это всё расширять. Но я всё-таки начну с Вашего вопроса. Вот для этого существует читка. Вот когда мы этим вышеназванным коллективом, составом все вместе собираемся, и я, как автор сценария, читаю вот эту работу. Мне жальче всех, как вы понимаете, расстаться с тем или иным. И поэтому я начинаю говорить, Олег, нужно очень жёстко. То есть у меня есть, например, уже формат. Вот, предположим, там 20 листов и не более. Если 22, значит, уже это решение. Ну, потому что туда потом идёт музыкальные фрагменты, сольные, да, и так далее. То есть всё строго подчинено вот какому-то нашему плану. И вот мы начинаем что-то сокращать. Ну, с болью, конечно, в сердце. Но это сделать необходимо. Иначе уже будет вот разрушен. Нужно же поддерживать интерес. Конечно. Или вот, например, вот будет у нас программа. Она будет завершающая вот в этом сезоне. Это будет программа по Гюго. Вообще программы должны быть разные. Если мы, например, начинаем поэтические какие-то программы, ну, они достаточно популярные. Тот же Высоцкий, тот же Осадов, да. То вот следующее, 6 февраля, будет программа Данте. То есть они не должны быть вот какие-то совершенно Данте. Вот, казалось бы, что может человек современный, да, знать о поэте, который творил 800 лет назад? Ну, я не знаю. Наверное, первое, что могут назвать, это божественная комедия. Конечно. Больше, скорее всего. Произведение в основном и назовут. Оно так и будет. И мы вместе со слушателями отправимся по следам Данте в ад. А как же? Но мы там не задержимся, потому что будет достаточно встречи с Франческой до Римени и Паула. Их любовь. А из этой любви что идет? А из этой любви идет Ференс Лист, Чайковский, Рахманинов и вокальное произведение. Из этого идет то, что их и живо писали, потому что у нас программа идет с видеопрезентацией. Но это мы побывали в аду. Но потом через Чистилище мы отправимся в рай. А в раю, конечно же, будет встреча с Беатричей. С Беатричей, которая вознесена уже в небесные сферы. И вместе с Беатричей у нас из Данте появляется здесь Сандро Боттичелли, потому что он писал рисунки божественной комедии. И сегодня читать божественную комедию без рисунков Боттичелли, как-то даже уже трудно представить. Но кроме этого мы вспомним празднество в Флоренции, саму Флоренцию того времени. Вот этот стык средневековой культуры и эпохи Возрождения, когда Данте впервые пишет книгу Вита Нова, «Новая жизнь», лирическую книгу, сам дает комментарии. А пишет он ее благодаря тому образу Беатричи. И это удивительная поэзия, просто, ну я не знаю, но хочется, чтобы вот ее почувствовали. Как пишет Данте, вот, например, «Любовь сердца морозом прополола, и мерзость в них навек низведена». То есть вот его стиль. Ну, как-то он оказывается настолько земным на самом деле, потому что эта книга раскрывала вот мир земной женщины, ее чувства. Это было впервые вообще вот в литературе. Не будем забывать, что это средние века. Но потому что Данте просто очень был впечатлен образом Беатричи. Ему было 9 лет, Беатричи 8 лет. Но она осталась в его душе навсегда. И здесь вот я бы хотела вспомнить слова Рамы Нролана, который сказал, «Детские мечты придают аромат всей жизни». Детской мечтой Данте стала девочка Беатричи, благодаря которой мы читаем этого поэта уже восьмое столетие. Получается так. То есть вот образ Данте, он будет окружен и Боттичелли, и назвала я вот этих композиторов. А еще, оказывается, у нас возникнет обязательно Микеланджело, о котором мы что знаем? Вот фреска «Страшный суд». А это ведь был поэт. Поэт, который преклонялся перед Данте. И он писал, «Будь я как он, О, будь мне суждены его дела, И скорбь его изгнания, Я б лучшей доли в мире не желал». То есть мы охватываем уже, да? А потом мы переходим к Дантеане русской. И у нас возникает пушки. «Зорю бьют из рук моих, Ветхий Данте выпадает, На устах моих недочитанность стиха и так далее возникает». И переходим даже к Анне Ахматовой, которая была покорена образом Данте. И вот у него же была вот эта драма, трагедия изгнания из Флоренции, и он никогда больше уже не вернулся. Он похоронен в Равене, и равенцы не отдали его праху Флоренции. И Анна Ахматова вот этот трагический отрезок его жизни вспоминала. «Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся. Этому я эту песнь пою». Ну вот мы, собственно говоря, Владимир, вот так уже даже разрекламировали. Да, прошли программу буквально. Ну что-то так примерно, да. Но все это, конечно, будет вот, да. Ну то есть у нас есть читка, мы буквально вот терзаем и сокращаем, да. И, наверное, еще более практичный вопрос. Сколько времени уходит на один сценарий? Вот потому что сейчас, грубо говоря, вот этот вот вы рассказали про Данте, я так понимаю, там готовиться надо много и много. То есть есть какие-то такие средние временные рамки, в которые вообще укладывается такая серьезная масштабная работа? — Нет. Вот, например, Данте уже, ну, год какой-то. Такой сценарий вот так просто не сядешь и не напишешь. Это же надо изучать материал. Мы же не берем его из интернета. Ну кто же пойдет на программу, да, которая, ну, грубо сказать, вот взята там из интернета и вот все. Дело в том, что у нас вот в данном случае посчастливилось. Почему вообще возник интерес к Данте? Потому что, ну, кроме того, что он окружен вот культурой так мощно, да, вот этот пласт, ну, в библиотеке у нас, во дворце книги, в читальном зале, и спасибо огромное моим коллегам бывшим, мне дали книгу «Жизнеописание Данте Бокаччо». Это младший современник Данте. Представляете, у нас оказалась эта ценнейшая книга «Жизнеописание Данте». И вот, собственно говоря, возникает то одно сначала, то другое. И вот сейчас, на данный момент, сценарий уже готов. Но мы его еще не сокращали, а надо. Там 4-5 листов лишних. А вообще, ну, довольно долгий труд. Нужно сначала как-то вдохновиться. Потом идет поиск, то есть библиографическая работа потом идет. То есть нужно найти материалы. А потом его уже вот как-то компоновать, писать, да. И еще нужно найти то, что может быть привлекательно в конце. Что зацепит. Да. Вот, например, мы завершим вот этот сезон «Человек, который смеялся о творчестве Виктора Гюго». Ну, вот как вы думаете, вот с чего бы у нас в творчестве Виктора Гюго? Ну, то есть, понятно, там французская поэзия. Все можно окружить, и это достаточно быстро приходит в голову, да. Это и французская музыка, романсы, беранже. Да, все это так. А у нас будет звучать Верди. Владимир, вот скажите, вот почему там будет звучать Верди? Честно, не скажу. Не скажите? Можно тогда я скажу? Конечно. Да. Потому что Виктор Гюго является автором не только всем известных дружников «Моря», «Отверженных», да. Но он еще и был поэт. Вот. И у него есть вот такое стихотворение. Не смейте осуждать ту женщину, что пала. Кто знает, как она боролась и страдала, как бремя голода отчаянно несла. Кто знает, может быть, она изнемогла. Но прежде чем ее лишила сил усталость, она за честь свою отчаянно цеплялась. С повисшей капелькой не схожа ли была, в которой синева небеса. Трепещет и дрожит та капля до падения. Не может жемчуг в грязь упасть без принуждения. Богач, ты виноват. Но знай, что и в грязи таится чистейшая вода. Чтоб капелькой она опять на свет вернулась. Опять в жемчужину чудесно превратилась. Достаточно, чтобы луч ей солнечный блеснул, а падшей кто-нибудь слова любви шепнул. Так вот, пожалуйста, ответ. Я специально дочитала до конца, потому что эти слова любви шепнул сначала Александр Дюма, дама с камелиями, а вслед за ним и Джузеппе Верди и его Ториады. Спасибо большое. Честно, слушал бы и слушал. Но, как мне кажется, лучше посещать замечательный проект «Вечерний Симбирск» во всем его многообразии. Вам хочется пожелать еще, ну, никаких сроков говорить не буду, работать и работать. Чтобы все у вас было хорошо, зритель тянулся и все концерты проходили при полном аншлаге. Спасибо большое. Может, я еще вот просто немножко добавлю, Владимир, вы знаете, вот с этого сезона мы уже добрались до Димитровграда. Ага. Да. И теперь там существует проект «Вечерний Димитровград». Димитровград. Да. И с этими же программами мы туда приезжаем. И прошло всего две программы, но совершенно замечательно и очень удачно. Да, то есть нас благодарили. Ну, тогда еще хочется пожелать, чтобы проект набирал и ширился, шел в районы области, чтобы все имели возможность прикоснуться к прекрасному. А телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был лектор-искусствовед Ленинского мемориала Элла Якубенкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова